Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречалась с женатым мужчиной, расстались спустя два года. Жена нас узнала, теперь его друг говорит ему про меня о всяких гадостях, хотя я никогда ничего плохого ему не делала. С точки зрения психологии, объясните, пожалуйста, его тактику поведения. Тактику поведения кого? Друга? Или мужа? Для чего объяснять тактику поведения кого-либо? Зачем это вам, если сейчас вы по вашим словам расстались с мужчиной, то есть вот этот момент он как-то не ясен. Я думаю, что ни один человек сейчас, психолог в частности, не сможет ответить на этот вопрос, потому что это из области погадать. Вот, это из области погадать, к сожалению. и на мой взгляд, как-то вот, знаете, не совсем, не совсем профессионально выглядит, от такого рода попытка интерпретации действий людей, которых мы не знаем. Я думаю, что гораздо честнее было бы признать, например, вам признать, что, вероятно, у вас остались какие-то чувства к мужчине, вот, с которым вы расстались, вероятно, было бы лучше признать этот момент, да, и просто вот признаться себе в этом, да, признаться себе в том, что, ну вот, что вот так есть, и соответственно, как-то уже вот, исходя из этого, да, уже вот, как-то двигаться, ну как-то двигаться, значит, в своем поведении, как-то, как-то двигаться, ну вот, не двигаться в сторону того, чтобы пытаться интерпретировать действия, там, кого-то, опять же, ну вот, вот, если вам, ну, если вы сами чувствуете вот некую такую болезненность, да, от расставания с молодым человеком, или вы чувствуете некую болезненность от того, от того, что про вас что-то говорят, то я думаю, что в первую очередь, если расставание было окончательным и болевым, вот, то, в первую очередь, это проблематика вашего восприятия и ваших, ваших особенностей личности, на которые вам имеет смысл обратить внимание прямо сейчас, потому что это то, на мой взгляд, это то, что прямо сейчас, может вам мешать, мешать жить, мешать нормально функционировать, нормально действовать и так далее. Я не очень, не очень понял, честно говоря, вот, как связано то, что жена, значит, что-то там, ну, что-то там узнают, да, вот. И то, что друг, я так понимаю, такой мужчина, да, начинает про вас что-то говорить, что связи какой-то я не вижу, такой связи очевидной, да, которая, ну, которая могла бы, как-то вот, быть объяснена в контексте, в контексте этой справки. Единственная причина, по которой, может быть, вот, такое поведение друга, по-моему, единственная причина, по которой, по которой, по которой может быть, вот, это его заинтересованность, на мой взгляд, в ком-то из людей, да, то есть это либо заинтересованность в вас, либо это заинтересованность в жене, мужчины, про друга, которого вы говорите, вот, либо это заинтересованность, ну, вот, в дружбе, то есть, то есть, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, человек, который продвигает, вот, такую позицию, он несколько, скажем так, ну, преследует, преследует, да, преследует этот человек, свои цели, какие-то преследует, вот, что это за цели, да, какие это цели, очень сложно, ну, очень сложно сказать, какие это могут быть цели, вот, потому что мы этого человека не знаем. Вот, в принципе, в принципе, то, что я мог бы сейчас озвучить, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. Безусловно, 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 мне очень, очень жаль, что вы оказались в такой ситуации, когда, по сути, вас, пытаются, ну, пытаются уклеветать, вот, и то, что, то и если, то и если вы болезненно реагируете на это, вот, то я не вижу, я не вижу ничего необычного в том, что вы можете реагировать на то, что происходит, вот, ну, вот так болезненно. Я не вижу ничего необычного, на мой взгляд, абсолютно нормально, то, что вы так реагируете, вот. Но другой вопрос заключается в том, да, вот, что вам с этим делать, вот. Ну, то есть вы же не можете изменить эту ситуацию? Ну, вот, поэтому, вот, о том, что можно поделать, да, что можно сделать, вот в этой ситуации, в такой вот непростой ситуации. Вот, безусловно, стоит подумать, что можно сделать вообще, что можно сделать в этой ситуации, вот. И, естественно, я думаю, что, если вам больно, вот, вам больно, очевидно, да, ну, просто неприятно, вот. Вот, да, психолог может, ну, помочь вам, как-то вот этот вопрос решить, вот, то есть, ну, для начала прожить болезненно. Вот, 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 вам, ну, помочь, помочь прожить болезненность, вот, которая у вас есть. И дальше, вот, как-то преследовать, да, что, чего бы вы хотели, в контексте, в контексте этих ситуаций. Вот, и, соответственно, уже дальше, значит, ну, простраивать свою модель впереди. Вот, 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 как-то, как-то так. Как-то так. Естественно, у меня есть, некоторые, такие, ну, предположения, да, небольшие, относительно того, почему вас это все волнует, почему вас это все может волновать, вот. Ну, я пока что предпочитаю, наверное, остаться с ними, да, остаться со своими предположениями, потому что у меня нет уверенности в том, что я прав, у меня нет уверенности, вот. И мне бы не хотелось, как бы, вот, вам сейчас, ну, навязывать, да, вот, какое-то исправление, в которое вы можете быть, ну, не согласны, вот. Мне кажется, мне кажется, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно по отношению к вам, вот. Вот, в принципе, в принципе, то, что можно вам прямо сейчас озвучить. Ну, я надеюсь, что это было полезно, вот, надеюсь, что это было интересно вам. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам, да, позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии, да. Это позволит вам выявить какие-то моменты, которые, вот, вы хотели бы, ну, для себя решить, для себя разрешить. Вот, и, соответственно, соответственно, это, вот, в будущем позволит вам как-то лучше формулировать и формировать свою поведенческую модель. Я также думаю, что совсем не просто так вы начали встречаться. С женатым человеком, вот, я думаю, что были, 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 были у вас какие-то, ну, какие-то причины, какие-то отношения. Вот, для этого, и, вот, очень крайне желательно было бы это, поисследовать, да, то есть, люди довольно редко, оказываются в таком... В таких отношениях, вот, в таких отношениях, вот, довольно редко, случайно. То есть, случайно это, ну, не бывает, не бывает, не бывает случайностей, вот, в таком роде вещах. Нравится нам это, или нет. Вот, как-то так. Всего самого вам доброго. Обращайтесь за помощью. Удачи вам. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...